Привет, друзья! Я Александр Беляк. Рад вас приветствовать на своем канале. Мы продолжаем здесь читать книгу «Псалтырь». Сегодня у нас 110-й псалом. Самым важным временем в течение дня является время, которое мы проводим с Богом. И качество этого времени зависит от того, какое состояние наших сердец. Помните, в одном из псалмов автор говорит следующие слова «Готово сердце мое». Я надеюсь, ваши сердца уже готовы для того, чтобы вникать в Слово Божье. В рамках этого проекта мы не только читаем, но я настоятельно рекомендую размышлять над Словом Божьим. Конечно же, оставляйте комментарии внизу под видео. Не забывайте применять то, что вам уже открыто из Слова Божьего и делитесь с другими людьми теми откровениями, которые вы получаете. Если вы благословлены этим и другими нашими видео, обязательно ставьте лайк и делитесь в ваших социальных сетях. Есть связь между 110-м и 111-м псалмами. Во-первых, они оба начинаются из одного слова «Аллилуйя», что означает, что мы должны настроиться на прославление Господа. Также они похожи по стилю написания, а еще они связаны темами, которые в них затронуты. Псалом 110-й превозносит дела Бога, а Псалом 111-й хвалит человека, боящегося Господа. Таким образом, 111-й псалм развивает тему, которой заканчивается 110-й псалм. Этот псалм восхваляет Господа за его физические и духовные благословения, а также за его заботу о тех, кто любит его и боится его. Три темы мы можем увидеть здесь. Это слово хвалы, слово о делах Бога и слово мудрости. Наверняка вы обратите внимание, что первая фраза последнего стиха идентична сказанному в притчах 1-7, с той лишь разницей, что здесь псалмопевец объясняет значение этих слов. Сама фраза «Начало мудрости, страх Господень» служит фундаментом для ветхозаветной литературы мудрости. Здесь же автор показывает, что значит настоящий страх Божий. Это, во-первых, знать заповеди Божьи, но также и их исполнять. Уверен, вы будете благословлены изучением этого псалма. С вами был я, Александр Беляк. Я желаю, чтобы Божья благодать умножалась в вашей жизни каждый день.